Для всех любителей выискивать исторические несоответствия и анахронизмы в видеоиграх скоро выйдет идеальная цель для бомбинга в комментариях. Kingmakers — собственно говоря, это экшн-стратегия о попаданце, снабжённом современным вооружением и задачей пачками уничтожать средневековых воинов. Студия Redemption Road и издатель TinyBuild показали небольшой ролик, демонстрирующий работу физической модели проекта. Это для того, чтобы мы с вами могли не только представить, но и посмотреть, как именно мотоциклист с автоматом противостоит коннице, вояка с дробовиком наперевес сражается с пешими латниками и ломает картонный на вид дом, а танк расстреливает небольшой замок. Выглядит всё это старое доброе ультра-насилие довольно забавно, хотя уверенности, что будущая песочница сможет увлечь игроков дольше, чем на 10 минут, сыгранных по приколу, пока, конечно, нет ни малейшей. Впрочем, создатели Kingmakers также обещают, что параллельно с расстрелом всего живого от третьего лица в игре будет ещё и стратегический режим. На него придётся отвлекаться, чтобы отдавать приказы таким же средневековым солдатам и рыцарям, но уже с нашей стороны, а также возводить укрепления и всё прочее. Релиз Kingmakers обещают уже в этом году. Русский язык на месте. Всем привет, это GSTV. Сегодня пятница, 24 мая 2024 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Остался примерно месяц до 21 июня, когда мы все получим возможность заглянуть под тень великого древа Эрд и попытаться разгадать хотя бы часть новых и старых загадок мира Elden Ring. На днях Bandai Namco и From Software сжалились над изнывающими в ожидании фанатами и перестали пустить одинокие скриншоты, и выпустили наконец ещё один полноценный трейлер, причём на целых три минуты. Кадров с игровым процессом, конечно, тут нет. С другой стороны, в DLC он едва ли будет сильно отличаться от основной игры. Пусть нам и обещают восемь новых типов оружия и добавление ряда заклинаний, без которых, по мнению разработчиков, не выйдет одолеть боссов из земли теней. Всё новое видео посвящено исключительно сюжету этого самого крупнейшего DLC в истории From Software. И что особенно приятно, оно снабжено субтитрами на русском языке. В ролике нам кратко, но поэтапно рассказали историю одного из ключевых персонажей от Дона, полубога Микеллы Неомрачённого. В принципе, из основного сюжета Elden Ring становится ясно, что Микелла путешествовал и учился, чтобы помочь сестре Малении избавиться от проклятия красной гнили, а также упокоить душу неокончательно умершего брата Годвина. Но его поиски не увенчались успехом. И вот, когда он восстанавливал силы в своём священном древе, его похитил ещё один брат. Мог оставил его восстанавливаться в коконе и подпитывал своей кровью. Рука, торчащая из кровавого кокона, принадлежит Микелле. В новом трейлере говорится, что принц отказался от своей золотистой плоти. Это, видимо, объясняет плачевное состояние его кисти, лишённой кожи. Дополнение начнётся, когда погасший окажется возле кокона. Возможно, тут у нас будет некий телепорт в мир теней. А главная задача Shadow of Erd 3 — узнать всё, что в конце концов случилось с юным принцем. Как ранее говорил Миядзаки в интервью, игроки будут следовать по следам Микеллы, а тот проведёт их через страну теней и откроет им свою мотивацию. Фанатское сообщество предполагает, что, собственно говоря, нужно будет отыскать королеву Марико в тех землях, где она начала свой путь и стала богиней. Новый трейлер намекает на темы соблазнения, предательства и тайной войны, которая не делает чести никому из её участников. Миядзаки ранее рассказывал, что в мире тени есть культура, существовавшая до золотого дерева. И, например, босс «Танец льва» из трейлера — её представитель. А Марико и Мессмер культуру эту жестоко уничтожили, раз нам показали сражения танцующих львов, а потом их же нанизанных на колья. Также в трейлере упоминается решение Микеллы отказаться не только от своей божественной золотой природы, но и от судьбы. На этих словах мы видим падающую девушку. Миядзаки обещал нам, что загадочная Трина непременно появится в DLC, и их взаимоотношения с Микеллой будут дополнительно объяснены. Так что, скорее всего, это была именно она. Остаётся, правда, лишь надеяться, что в сюжете Shadow of the Earth 3 мы всё же сможем понять до конца, чем именно Микелла занимался в тенях, и в обмен на что принёс все эти огромные жертвы, если сестре так помочь и не смог. Руководитель FromSoftware честно предупредил, что DLC не откроет все тайны. Программирование — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий на сегодняшний день. Без него не обходится ничего, что вы видите на экране своего монитора и смартфона, и если вы считаете, что сами не способны стать хорошим программистом, то напрасно. Образовательная платформа Skillbox предлагает пройти бесплатный пятидневный мини-курс, где вам дадут базу знаний по профессии джава-разработчика. Это не просто теория, вы своими руками реально напишите первые проекты — телеграм-бота, программу для обработки файлов и чат на фреймворке Spring. Джава-разработчики хорошо зарабатывают, опытным специалистам платят более 300 тысяч рублей, и на мини-курсе вы получите дельные советы для старта карьеры и поймёте, желаете ли вы дальше развиваться в этом направлении. Мини-курс доступен в любое удобное время, и обратим внимание, что подходит для новичков — вам не нужен опыт и знания в IT. В качестве бонуса Skillbox предоставит бесплатный год обучения английскому языку, вечный доступ к актуальным материалам и обновлениям курса, персональную карьерную консультацию, а также скидку в 10 тысяч рублей на любой платный курс. Также у вас будет доступ к закрытому комьюнити в Телеграме. Подробная информация о программе мини-курса по джава по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Недавно вышедший мрачный триллер Senua's Saga Hellblade 2 всё-таки сняли с продажи в российском регионе Steam. Xbox Game Studios опомнилась и закрыла доступ где-то через сутки после релиза. Общий старт игры вообще оказался одним из слабейших по пиковому онлайну среди всех игр Xbox. Возможно, дело тут в обозревателях, которые на старте похвалили игру за графику и постановку, но раскритиковали за примитивный геймплей и малое количество отличий от первой части. Hellblade 2 пока не смогла обойти даже пиковые онлайн-оригиналы в Steam, но она ещё сможет улучшить результаты в ближайшие дни. И особенно в предстоящие выходные, поскольку многие игроки дожидаются свободного времени, чтобы погрузиться в путешествие целиком. Кстати, пользователи пока поначалу ворчали, что в игре нельзя отключать размытие в движении, зернистость и хроматическую аберрацию, а также чёрные полосы сверху и снизу экрана на дисплеях с соотношением сторон 16 на 9. Но спустя несколько часов обнаружили, что эти параметры можно регулировать через файл конфигурации и распространили для нуждающихся текст нужных строк. Если вы успели купить игру, можете погуглить и воспользоваться. А Ninja Theory в это самое время уже работает над новой игрой, и это будет не Hellblade 3. Фанаты первой части давно понимали, что при любой графике на Unreal Engine 5 история с Энуэ — это нишевый продукт, который подойдёт далеко не всем и вряд ли сделает гигантские продажи. А потому серьёзно волновались, не постигнет ли в ближайшем будущем студию участь разработчиков Hi-Fi Rush. Судя по всему, Microsoft тоже всё понимала. Потому и рекламу второму Hellblade делала скромную. И студию закрывать они вовсе не планируют. Напротив, как заявил журналист Джесс Гордон, разработчики получили зелёный свет на следующий крупный проект ещё до появления результатов продаж предыдущего. Гордон отметил, что у Ninja Theory есть студия с современным оборудованием для создания мокапа, который пользуются и их коллеги по цеху. Располагается она в Великобритании. Это важный ресурс для игрового подразделения Microsoft. Отдельно Гордон отметил, что новым крупным проектом не станет и Project Mara. Эта экспериментальная игра о психическом расстройстве была представлена ещё в 2020 году в рамках первого эпизода дневников разработчиков Ninja Theory. Нет, Mara — это отдельный процесс внутри студии, а сейчас речь идёт о совершенно новой большой работе для британцев. Но никаких подробностей, включая жанр, концепцию и год релиза, пока, конечно же, нет. Нам известен только движок Unreal Engine 5, с которым Ninja Theory определённо умеет работать и способна извлекать из него впечатляющую картинку. Штраус Зельник продолжает отвечать на вопросы про предстоящую Grand Theft Auto VI. В этот раз руководитель Take-Two Interactive прокомментировал ценообразование. Ходили слухи, что игра может стоить очень дорого — возможно, дороже 100 долларов. Но компания до этого момента предпочитала их не комментировать. В этот же раз, когда Зельника спросили о цене в лоб, он начал пространно рассуждать о том, что, определяя стоимость игры, издатель ориентируется на её ценность — при этом по-настоящему ценная игра может и не стоит слишком дорого. А Take-Two вообще всегда стоит на стороне игроков и старается сделать так, чтобы игроки получали за свои деньги гораздо больше, чем рассчитывали получить. Процитируем. Каждый раз, когда мы выбираем цену, мы стараемся убедиться, что она порадует покупателя, что его игровой опыт окажется гораздо ценнее затрат. Вот такая у нас задача. Но своё представление о конкретной ценности шестой GTA Зельник так и не обозначил, и не уточнил даже, когда именно Take-Two планирует разобраться с этим вопросом и начать приём предзаказов. Сейчас крупные проекты компании для актуального поколения консолей всё чаще продаются за 70 долларов, что уже само по себе довольно немало и вызывает разговоры и недовольство у игроков, потому можно предположить, что столько же будет стоить и GTA 6, и просить больше они не решатся. В конце концов, Take-Two без всяких сомнений сможет легко заработать дополнительные деньги на внутриигровых микротранзакциях в онлайн-режиме своего будущего хита. Первые слухи и утечки о новой игре Valve под названием Deadlock появились в сети ещё на прошлой неделе. В первую очередь они исходили от пользователя с ником GabeFollower, но недавно он сообщил, что больше ничего на эту тему писать не будет, так как, судя по всему, Гейб всё-таки постучался к нему в дверь и настойчиво порекомендовал не разглашать никаких дополнительных подробностей об игре. Тем более, что в прошлый раз он, похоже, слил изображения, находящиеся под NDA, и вполне мог получить письмо счастья и от юристов Valve. А вот Insider Gaming молчать не будет. Портал подтвердил, что всё правда. Игра есть, она называется Deadlock и в настоящее время находится на стадии альфа-версии, и они даже видели геймплей. Сам Том Хендерсон публиковать геймплей Deadlock не стал, однако кто-то сделал это за него. В ролике, который гуляет сейчас по сети, можно посмотреть на некоторые анимации и персонажей игры. Зато Хендерсону удалось дополнительно пообщаться с тестерами, и те описали геймплей нового проекта как очень похожий на дота с точки зрения игровых циклов и механики. Враги после смерти оставляют души, их нужно собирать, пока они не исчезли. Души — это внутриигровая валюта, на которую можно покупать предметы. Крипы появляются в случайных местах на карте, а в её центре обычно можно встретить крупного босса. Также игроки могут разместить в центре карты специальную урну, которая повышает количество душ, зарабатываемых союзниками. Знаменитый инсайдер говорит, что релизного окна у игры пока нет. Но, учитывая её текущее состояние, он ожидал бы выход в 2025 году, а официальный анонс может состояться уже довольно скоро. Скандал с PSN оказался на самом деле не главной проблемой Helldivers 2. Главная проблема в том, что игроки устали от регулярных сбоев после патчей и от слов разработчиков, что команда, дескать, допустила ошибку и скоро исправит её. На этом фоне экшен продолжает терять ежедневную аудиторию, и ситуация уже становится хуже, чем последствия малопонятных действий издателя игры накануне. Исход космодесантников из проекта уже, в том числе, сказывается на выполнении приказов — сообщество провалило уже вторую миссию подряд. Пусть командование Суперземли заявило впоследствии, что так и было задумано. Авторы Helldivers 2 наконец приняли решение отреагировать на проблемы, и теперь хотят снизить частоту релиза обновлений и патчи для игры. На подобное развитие событий глава студии Йохан Пилестед намекал ещё в начале мая, а недавно менеджер сообщества игры под ником Twinbeard рассказал, что студия хочет поработать над следующим патчем дольше обычного. Заодно он добавил, что в будущем другие патчи тоже могут выходить реже. В сообществе в целом весьма радостно встретили это решение, но нашлись и более скептически настроенные игроки, которые сомневаются, что Arrowhead удастся добиться желаемого результата. А знаете, как, судя по всему, выглядит почти идеальная игра 2024 года, крайне высоко оценённая критиками? Думаете, это какой-нибудь умопомрачительный экшен со всеми красотами Unreal Engine 5? Нет, это ремейк Paper Mario The Thousand Year Door. На старте он получил аж 90 баллов из стана Metacritic и заслужил многочисленные восторженные отзывы. Журналисты назвали ролевую игру сокровищем, похвалив за существенный визуальный апгрейд и очень увлекательный геймплей. Справедливости ради, эти обзоры появились ещё за два дня до релиза игры на Nintendo Switch. На данный момент рейтинг чуть-чуть упал, но всё равно остался на престижных 88 баллах из 100. Это вам не Hellblade 2, тут всё завязано исключительно на геймплее, а сюжет и графика, как говорится, идут в нагрузку. Только пару дней назад CDPR открыла всем игрокам доступ в Red Kit — официальный редактор модов для Ведьмака 3. И моддер под ником AngryCatster уже сделал обновлённую версию самой первой части. Точнее, он перенёс прямиком из первого Ведьмака на новый движок в Изиму и её окрестности. В сети уже начали шутить, что фанатский ремейк такими темпами выйдет раньше официального. Выглядит всё и правда замечательно — автор даже объединил «Визимскую дамбу», «Храмовый квартал», «Торговый квартал» и «Старую Визиму» в одну локацию и убрал назойливые загрузочные экраны между районами. Теперь игроки в приятных глазу графике и освещении могут пройтись по улицам столицы Темерии. Правда, лишь по пугающе безлюдным улицам NPC добавить пока не удалось. Хотя можно, конечно, и придумать сюжет, в котором это могло бы быть оправдано. Жуткий мор, например. Да и стоит признать, что по сравнению с локациями из настоящего третьего Ведьмака, Визима выглядит достаточно бедно, а некоторые текстуры — пришитые кое-как. Вообще, AngryCatster пожаловался, что столкнулся со множеством проблем при создании мода. Большое количество текстур не работает должным образом, можно выпасть за пределы мира, а также иногда пропадают коллизии. Впрочем, при этом Моддер честно признал, что не очень-то на самом деле старался и просто хотел узнать, получится у него или нет. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Boosty и Telegram. Заглядывайте почаще. У нас всегда есть новости. До встречи на GSTV.